Всем привет, друзья! Вы попали на канал Лилия Ред Фокс и сегодня я хочу поделиться с вами последними новостями. Итак, несколько часов назад все интернет-ресурсы опубликовали ответную реакцию правительства Германии на предложение отправить мужчин призывного возраста из Германии на войну в Украину. И оказалось, что законодательство Германии не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не попасть под мобилизацию. Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интернет-газете Welt Amzontag. «Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению на родину находящихся за рубежом военно-обязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии, но мы не сможем заставить кого-либо в Германии служить за границей», – заявил Бушман. По данным немецких властей, с февраля 2022 года в Германии из Украины прибыли 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее в немецкой оппозиции поддержали желание властей Украины мобилизировать на фронт украинцев за границей. В Германии живут около 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в оборонительной борьбе. «Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям», – заявил депутат Бундестага. Эта тема сейчас достаточно обсуждаемая. Также, как и ранее, была информация о том, что мужчинам и их детям не будут выдавать загранпаспорта за границей Украины. Поэтому в паспортных сервисах Европы образовались огромные очереди. Но, я думаю, вы видели уже эту информацию. Но, как стало недавно известно, этот закон пока отложили. Там хотят вносить правки и редактировать его. Друзья, я также хочу пригласить вас в свою группу в Фейсбуке. Группа называется «Жизнь в Германии. Опыты. Советы». Ссылка будет в закрепленном комментарии под этим видео. Интересной информации у меня достаточно много, но об этом не всегда есть возможность сделать видео. Поэтому подписывайтесь в группу в Фейсбуке, чтобы следить за новостями и также делиться своим опытом жизни в Германии. На сегодня это все. Не забывайте поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями. Всем желаю хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!